Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на Земле. Всем желаю радости, добра, мира и всякого-всякого блага в души ваши, прежде всего, в дома ваши, в семьи ваши, ну и во все сферы жизни ваши обязательно, чтобы все у вас было хорошо. Мне братец Саша написал в личку такое сообщение, вопросы, и я хотел бы их озвучить и воспользоваться этими вопросами, и тоже кое-что поговорить. Мне вопросы очень интересны видятся, хочу тоже кое-что сказать, порассуждать. Здоровья тебе, дорогой, спасибо, родной. Вот вопрос, если душа... Сейчас я кое-то чем поделюсь, да? Если душа живет во многих телах, то по воскресенье всех мертвых, которому из тел она будет принадлежать, если все мертвые воскреснут, так на все тела душ не хватит, или я приземленно мыслю. Ну, я сам всегда говорил, и Саше в частности, и другим, что глупых вопросов не бывает. Это действительно истина жизни, и вопрос глупый только тот, и плохой, который не был заданным. Поэтому, Саше, я благодарен, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший, мне очень понравился. Знаете, сначала я как бы, да, в душе все равно немножко усмехнулся, и Саша сам пишет, типа, или я приземленно мыслю, да? То есть он как бы задает, и тут же все равно... Вы знаете, приземленно, не приземленно, а... Ну, тут, знаете, мы мыслим зачастую... Вот это я всегда говорил, я не знаю, как кто, я верю, что Бог – это все во всем. И он и природа, и человек. Это одна из, ну, так скажем, не моих любимых вообще, а мои любимые, так скажем, темы. Это потому что это, знаете, как огорчает, так и радует. Это антиномии. То есть несовместимые противоположности. Бог и все вот это, казалось бы, причем это все мы видим, в никуда простирается. И он же ограниченный человек, имя которому Иисус Христос. Понять это невозможно, но это так. Вот именно поэтому Бога невозможно пощупать, так скажем, да? Это никакой Отец на небесе, там, какой-то невидимый или еще что-то, нет. Это и не Дух Святой. Хотя это и он, в том плане, как я говорю, это энергия жизни, понятно. Это Бог, это Альфа-Амега, он просто есть, он все проницает. Да, это Бог. Да, он для нас Отец и Мать и все, и Учитель, и Брат, и Друг, и Жених. Все на свете. И он человек, которого можно щупать руками, видеть глазами, слышать ушами. Я всегда с завистью читаю эти, с завистью апостолам Христовым, ученикам его, тем первым, что они это делали. Ну, теперь я понимаю, что, возможно, и я это делал. Вот. Ну, на время память стирается. Вот. Но живешь обетованием, веру, действительно, вот этим счастьем, пророчеством, откровением того, что когда-то, конечно, все это закончится, вся эта череда круг сансары вечных перерождений, вот этого первого этапа жизни, первой цивилизации, первого мироздания. И мы, действительно, будем уже, когда наше смертное облечется внедление, мы с вами уже будем царствовать со Христом тысячу лет на земле. Возможно, для еще большего покаяния тех, кто нас будет окружать. Ну, и потом еще на новом земле, на новом небе, и так до бесконечности. Вот. Вопрос, конечно, если его рассматривать вот так. Я даже не знаю, как это сказать, что вот, да, казалось бы, сколько тел было, и что не душа первичнее, а, так скажем, чуть ли не тело, то да, казалось бы, сколько тех было, тел много, и они все, что, воскреснут, а сколько тогда душ, где столько набраться? Я говорю, в принципе, понятно, Саша, вопрос не такой глупый в том плане, как бы кажется, если чисто вот формально смотреть. Так, есть тела, есть души. Душ получается меньше, а тело больше. Вот. Ну, это если только с этой точки зрения смотреть. А если смотреть, конечно же, с точки зрения того, что все-таки душа первичнее, и человек, это, в принципе, это вот это его я, да, вот я, личность, дух мой, дыхание жизни Бога, но при этом само себя осознающее. То есть, это вот я. И действительно принять, что тело человеческое, вот это, пусть оно не раз даже на этом круге многих жизней, или вот его бытия, от первой земли, первого неба до второго земли, второго неба, если принять, что это лишь одежды, тогда все становится на свои места. То есть, во-первых, я о чем сейчас? Я сейчас накидаю, вы помните, все эти, вы должны знать, естественно, Писание. Я вот накидаю просто свои мысли, да. Во-первых, берем Иисуса. Когда Он воскрес, Его никто не узнавал. Никто. Его узнавали только по каким-то, так как их называют, косвенным причинам, да, как Он преломил хлеб, когда Он заговорил и услышали Его голос, когда Он сказал какое-то слово, которое Он говорил. В принципе, первое, мы благодаря Марку видим, что, в принципе, чуть ли не первое, это Мария Магдалина Его увидела. И Он даже с ней заговорил, и она не узнает Его. Представляете, Он стоит, Он говорит, и она не узнает. И только когда Он ей сказал, Мария, не плачь, видимо, что-то, знаете, вот когда знакомый тебе человек заговорил, да, она тогда узнала Рвуни, учитель, да. Но сколько Он говорил, они беседовали. Он говорит, кого ищешь там, да, она говорит, если ты, ну, она думает, что это садовник, ну, ну, слуга господина в том, той пещеры могильной, в которой был положен Иисус, мы все знаем, да, тело Его. Она думала, что это просто слуга господина, да, и зашел в эту могильную пещеру, тем более отвально, вот именно она не удивилась этому, отвальный камень, он мог мимо проходить, следя за садом там, где-то за местностью, за окружающей. Она не узнает его, только лишь по какому-то, вот именно, когда мы, вот, знаете, друг друга знаем, как-то тембр, тон, может быть, именно вибрации невидимые, голоса, да, именно какое-то конкретное обращение, которое очень часто мы к какому-то человеку применяем, мы видим, что она не могла его узнать. Все очень часто можно в толкованиях, да, в комментариях таких же размышлений, чьих-нибудь услышать, что это вот, ну, посмертный шок, ну, вот, да, у людей умирают родственники, что только не видится, не мерещится, или не слышится, или, наоборот, не узнают чуть ли не ближних. Ну, вы знаете, ну, не может же быть у всех учеников одинаковая вот именно психика, или как это назвать, все они не узнавали его, и женщины, ладно, женщины эмоциональные, хорошо, мужчины, мы видим, никто его не узнает. У него другое тело, и оно не просто это, но бессмертное, оно и другое, не узнают его, понимаете. Я говорю, можно сейчас сюда подключить науку, ну, как же, у них психически, мы же видим то, что мы видим, и не видим того, чего мы не хотим видеть, да, то есть он умер, человек умер, его убили, распяли, во гроб положили, все, у меня психологически щелкнуло, я, естественно, даже если это Иисус перед у нас стоит, я думаю, что это не Иисус, да, я уже, ну, не может же он, да, ну, не так как его не может быть, ну, понимаете. То есть мы видим, что у него тело было не то тело, грубо говоря, прям, которое вот убили, хотя мы понимаем, что оно воскресло, но оно же изменилось, то есть это раз. Вторую даю мысль для размышления, как я и говорил, это опять к теме, в принципе, Саша же вопрос задает опять в контексте того, что мы в последнее время обсуждаем вместе, да, о перерождении душ многократном на вот этом первом этапе бытия от этой земли, этого неба до новой земли, нового неба. Я вот тогда говорю, что про суд? И говорю, у Саши вопрос-то не глупый, почему я его и взял за основание для опять мыслей, разговоров, монолога, бесед, если хотите, диспутов, пусть вы там в комментариях пишите, в личку мне где-то. Я вот тоже, я и говорю, второй вопрос, почему опять это лишний аргумент в перерождаемость тел. Младенцы, которые в год умирают, они в каком теле воскресают, скажите мне на вопрос. Вот мы с вами задумывались, как их судить, во-первых, за что их судить, и как они будут вообще на новой земле со Христом царствовать тысячу лет, потом на новой земле жить, если они, как говорят, жизни не вкусили, а жизнь известна, какую мы здесь вкушаем, на этом поле битвы, которую Господь придумал, вот это первичное бытие. Они греха не вкусили, вот именно о чем мы все время рассуждаем. А в теле правильно, в каком они? Если так рассуждать, как Саша говорит, тут я даже, Саша, просто вопрос расширю, что по количеству и что по качеству, вот именно. Если воскреснут просто такие, знаете, как когда коколи, такие как формы просто человеческие тела, да, то как это будет? Дети, какими будут воскресать? Тридцатилетними, тридцати двух, тридцати один. А выбирать они будут или нет? Или Бог сам их в каком-то возрасте воскресит? А почему они, пожив год, я говорю, у человека умового сознания еще не было? Ну что такое ребенок в один год? Человек, вот этот вот комочек, в два, в три, в пять. Ну что это? Это еще разве человек? Ну как он воскреснет с Иисусом, царствует тысячу лет? Если предположить, что да, нету перерождения душ. И вот человек, вы слышите, как я уже говорю, если предположить, что нет перерождения душ. Потому что действительно вся жизнь, действительно, когда в этом начинаешь задумываться, сводится к тому, многие мысли, что это нормально, это как раз нормально. А вот то, что нам утверждают, что мы один раз, типа, на этой земле, становится уже ненормальным. Как они воскресают? То же самое, кстати, касается... Я говорю, Саша, хороший вопрос. Он опять у меня лично пошевелил много извилин в голове, да? И серого вещества заставил поработать. Старики то же самое. Почему они должны именно... Иисуса в каком убили, так скажем, в таком, и на воскрес мужчина в рассвете сил? Я сам только пережил недавно, можно сказать, этот возраст. Еще живу. Я своим пока возрастом доволен. Понятно, не считая болячих каких-то, то так-то, в принципе, организм в рассвете сил. Прекрасный возраст. Но сейчас уже 37 почти. Было 33 недавно. 30. Это же прекрасный возраст, да? Ты в полноте, ты в пике человеческого вот этого жизни, да? После 35, как говорится, 30-35, все. Она уже в другую сторону, к закату начинает клониться потихоньку, пусть и медленно, там, быстро, не знаю. Но начинает идти в другую сторону. Все это прекрасно мы знаем. Это закон бытия, он всем очевиден, он нас окружает. Почему эти, кто дожили до старости, кто дошил вот им до такого, что уже все, руки-ноги трясутся, еле идут? А почему они, вот пусть они воскресают их 90-летними? В каком умер? В чем застану, в том и сужу. Почему нет? Почему они должны все воскресать в каком-то определенном теле молодом, красивом? Почему? Почему не вот это? Нет, пусть это старые кости воскресают. Умер стариком и воскресай стариком. По поводу, хотел сказать, я не знаю, кто из вас, вот много сейчас в интернете роликов, люди свидетельствуют, кто переживал клиническую смерть. Есть книги, да, кто знает, кто читал, там, Петр Каледин, Каледи, Каледин, я уже забыл, кто знает наши русские, да, этот, Моуди, вот этот хирург американский, сейчас есть прямые свидетельства, уже видео, пожалуйста, люди снимают, целые передачи, действительно, сборные такие ролики людей, у которых берут интервью, там, которые, вы знаете, ладно, интернет, это, ну, многим вещам мы верим все равно, да, но я лично, кто знает, вот Сергея Козлова, парализованного во славу Иисуса, как он писал, у него свой канал, там, до сих пор еще открытый есть, ну, никто не удаляет, понятно, там, вот он тоже сколько прожил, парализованный, он умер, кто знает его историю, я с ним общался, он из Воронежа, я с ним лично встречался, все, кто его знает, знают его свидетельства, он переживал клиническую смерть, то есть, ну, парализовал его, потому что он прыгнул в речку, впился и повредил позвоночник и остался вот таким немощным, парализованным, тело вообще у него отказало, кроме, одна, грубо говоря, голова служила, руки, глаза, все, руки, глаза, уши, рот, то есть, ну, рука у него там чуть-чуть, вот он даже мышкой там иконы рисовал, научился все это двигаться, работать, вот, он же вот явно свидетельствовал, он рассказывал, и еще я некоторых людей знаю, ну, с Серегой вообще лично общался, да, он лично, кто с ним общался, он всегда это рассказывал, да, ну, тут не верит человеку, я в этой жизни клинической смерти не переживал, но я прекрасно понимаю, и вот как все рассказывают, что, знаете, когда душа выходит из тела, что отношение и чувств вот к тому телу, которое лежит такое брезгливое отношение, как какой-то ветоши, знаете, или вот как ты, я вот работал на заводах тоже в студенческие годы, половину, можно сказать, института я проработал, на пищевом я работал, там от одежды тоже ничего не остается, на стекольном я работал, где шехта, там где масло, все это, смазка, вы знаете, роба вот так вот вешаешь в шкафчик, да, ты приходишь на смену, опять одеваешь, ты не можешь ее каждый день стирать, там, хорошо, если раз в неделю получается, ну, и она сколько-то дней держится, потом она, конечно, все замаслено, за этой, ну, к концу недели, так скажем, плюс еще общие периоды, там, месяц, два, три, я говорю, ты вот так вот, знаете, такой, что ботинки, там, что носки, это все караул, конечно, кто понимает, о чем я говорю, да, кто руками трудился, любая стройка работал, да, все это, это вещи, они просто приходят в негодность, их порой даже надевать уже противно, чуть подзатянул, и все, вот эти люди все, посмотрите эти свидетельства, говорю, в интернете, ну, вот, может сказать, мне посчастливилось, да, я с Серегой лично общался, конечно, я ему не могу не доверять, почему человек действительно пережил все это, рассказывал, с Богом там встречался, да, все это свидетельствовало, и вот отношения, и, в принципе, действительно, вот, какие свидетельства есть, и тут, знаете, действительно, какая даже, думаешь, мотив обмана тут-то в чем, ну, ладно, там, можно о Боге, там, покаяться человека, а вот просто мотив рассказывать о том, что у тебя к телу неприязнь, какая может быть, а все, действительно, люди, пережившие клиническую смерть, как один рассказывает, что к телу у них отвращение, причем не важно, что они там видят свет какой-то, и летят, и они, говорят, что не хотим возвращаться, это да, а те, кто, бывает, некоторые переживают там светлые переживания, как конфетку, да, Господь им что-то открывать, чтобы их заинтересовать, чтобы люди жизнь свою поменяли, там, допустим, а некоторые, конечно, тьму переживают, какие-то вот эти ужастики, но от этого они не мечтают в тело вернуться, они никто об этом не рассказывают, они же рассказывают о переживании, что им там, что кто, конечно, в ад там, как говорится, попадал, или в темную сущность, в темный мир, вот это чтобы, как говорится, для научения, вот это все, Господь, конечно, открывает то, что когда это будет разделение, хорошего будет мало все-таки, да, кому-то, может быть, для вразумления, еще для чего-то, для свидетельства, вот. Но они никогда не говорили, что они хотят в это все равно, опять тело, вернуться на эту землю, это реально так, ну, по крайней мере, сколько я перечитал, Моуди, я говорю, читал, Коледи тогда читал, по-моему, Петр Коледи, Коледи, я уже сейчас не помню, ну, вы знаете, кто эти все, эти книги у всех на слуху, на устах многих читали, слышали, вот, я говорю, сейчас в Ютубе я тоже на такие попадал, как-то специально искал, естественно, интересовался, хочется послушать, и вот там Серега реально свидетель, да. Поэтому, вы знаете, я, конечно, верю, что это человек будет обрастать, вот, моя душа, вот, и какую мне Господь даст одежку в последнее воскресенье, это же все в земле, я говорю, а тела, вот что вот насыться, знаете, там, насыться, правда, с гробами, как говорят, с умершими, с этими, больше, чем с живыми, как говорят, да, хорошая фраза где-то была в этом, во Властелине колец, по-моему, кто помнит, о белом городе, по-моему, вторая часть или какая-то, и этот колдун, как его, не колдун, но белый, белый, гендарь, гендарь, и он этому маленькому одному хоббиту, когда они там были, ожидали этого нападения, и он сказал, говорит, потому город Гондор, а это столица, так скажем, Средиземья, по-моему, или чего там, он сказал, потому этот город умер, потому что от славы своих вот этих королей они стали, говорит, заботиться о мертвых и их славе больше, чем, говорит, о живых вот этих своих придворных, да, я так своим словами, я не помню, как он красиво там так сказал эту мысль, да, почему докатилось царство до такого распада и упадка, да, вот, и у нас то же самое происходит зачастую, да, с мертвыми нас, им все время дело, вот именно, они вышли, им дела до этого нет, мы готовы там с этими трупами насаться, как будто это что-то, что-то нереальное, я уж молчу про культ, про православность с католиками, с апартодоксом, которые вообще это в святость развели с этими мощами, это же вообще что-то не, по-моему, нездоровое у людей, до сих пор они от этого отойти не могут, Иисус воскрес, мы ни с какими мощами, ни с какими этими трупами не возимся, что-то там расчленяют, волосы куда-то возят, ой, это вообще, это жуть какая-то, причем половина это фикции и вранья, все прекрасно это знают, вон в советское время открывали все эти, их не мощи, а там оказался одно так, один муляж вот этот, все же, почему-то это такая святость, что эту мерзость все почему-то заворачивают в красивые, как всегда, человеческие обычные одежды, в непробиваемые, непродыхаемые вот такие гробы, как их называют, я уже забыл-то, эти ковчеги там, вот, кладут, но это все такое святое, правда, зачем-то их потом, типа, открывают, вы, да фу, я даже об этом говорить не хочу, и вот опять же, вот эти вот тела, да, ведь, а многие люди были сожжены, причем, кстати, не из плохих побуждений, кого-то действительно сжигали, чтобы достойно, так скажем, похоронены там не были, мы прекрасно знаем, что кремация, она из древних времен, причем, говорю, не в плохом даже смысле, а в хорошем, чтобы душа там вверх улетела, причем это было на всех континентах, Африка, Восток, Центральная, Европа, наша вот страна, Россия, так скажем, вся территория, Америка, везде это было, и вы знаете, сжигают, а уж сейчас в крематории там и костей не остается, это же все, это остается один прах, костей нету, если вот на той же самой картинке, это я вам показывал, кстати, забыл сказать, наверное, это пророк Езекииль, его видение о вот этом всеобщем воскресении, это я тут, да, на Ветхом Завете есть, мы с вами еще, я когда-то показывал, но я не зачитывал, ну, кусочками зачитывал, когда-то сейчас мы постепенно как раз читаем, Ветхий Завет скоро и до Езекииля дойдем, все там увидим, вот, действительно, прекрасное место, где есть откровение древнему пророку Езекиилю о всеобщем последнем воскресении, и то ему, кстати, не было, по-моему, в видении, что это два будет воскресения, первое правильных, потом неправильных, но сейчас я, честно, не помню, не буду врать, а то потом начнут меня камнями закидывать, вот, я не помню, там из текста видно, что два или одно, но это не суть важна, тогда достаточно было и так сказать, да, именно поэтому мы знаем та же самая Марфу, то есть, евреи верили, но опять же, ведь многие люди, ведь эти поверья о том, что будет суд, будет воскресение, Бог открывает людям истину во всех народах, она еще от Адама, Евы тянется, вот, и люди все знают, что будет воскресение, вот, и поэтому по поводу тела, ну, вы поняли, к чему я, вот, у меня лично, знаете, нет к этому телу никакого, какого-то, знаете, чувства, вот, вот, к человеку, да, даже в этом теле, вот, вот, человек, это ты видишь эту ценность, ты знаешь, что это дыхание Бога, личностное в этом человеке, и то я понимаю, что ты смотришь сквозь этого человека, глаза, зеркало души, да, вот, мы живем сейчас, правда, как будто в матрице, знаете, все равно, как будто это все, вот, вот, то, что есть, Господь говорит, да, не собирайте эти тленные сокровища, все разлагается, а собирайте нетленные, то есть, мы понимаем, что это пока все, пока мир не облечется в нетлении, это прям матрица, иллюзия какая-то, да, как песочек на берегу моря, это там, замки эти делаешь, воздушные, как говорят, песочные, это все смоется, вот, и у меня, допустим, даже если я тысячу раз перерождался, вот, именно в разных телах, как я и говорил, ну, вы вспомните, вот, это же опять, вот, это же человеческое, я хотел эту тему, может, отдельно поднять, а может, и сейчас скажу, вот, муж-жена, да, кто-то там, а, все, мы там вечности будем даже вместе, у нас такая любовь, и типа, вот так и должно быть, многие рассуждают, а Иисус, причем, когда ему рассказывают притчу, и хоть это и притча, его хотели подковырнуть, но это и реальность жизни, вы думаете, таких историй в жизни не было, было семь братьев, вы помните, и жена от одного к другому переходила, потому что все они по очереди умирали, ни у кого не оставалось детей, и они ее себе обязаны были даже по закону взять, поэтому она переходила от одного брата к другому, чтобы восстановить семи брату, ни от кого детей не родилось, все братья по одному умирали, и она тоже умерла, и Иисуса спрашивают, по воскресенье из мертвых, то есть тема сейчас не левая, я сразу и с браком заодно, и вот это, по воскресенье из мертвых, и там ведь подкол-то был, именно саддукеи задавали, не верующие в воскресенье, не исповедующие, именно они задавали Иисусу этот вопрос, и притчу, конечно, прежде всего не о мужу и жене, хотя мы с вами не раз эту тему уже тоже затрагивали, рассматривая, если там мужской и женский пол в будущем, мироздание, но они это задавали, конечно, с целью выяснить по воскресенье, чьей она будет женой, Иисус сказал, заблуждайтесь, не знаю, написание силы Божия, ибо там не выходит замуж, и не женится уже, то думают, что вот союз, я че только не слышал, эти православные байки, когда читала, о семье какой-нибудь там, ой, какие проповеди, понаслушаешься, что вы в вечности будете тоже вместе, вот именно, а вот действительно, предположить, что человек перерождается, у него тысяча жен, может быть, тысяча мужей, тысячи детей и разных родителей, вы же поймите, когда мы туда попадем, мы же сейчас, Бог это то, что есть, и мы живем только сегодня, в настоящем, нам вот это кажется реальностью, и это и реально есть, и сегодня для нас реальность, нам и не надо, в принципе, глубоко туда лезть, пытаться почувствовать другую реальность, этого делать не надо, надо жить сегодня, у нас сегодня есть планы, Господь нам задачку поставил, в этой жизни преобразуйтесь в любовь, к врагам особенной, и к любящим, и к ближним, которые на пути жизни люди вам встречаются, у нас и так задача ясна, до туда мы еще доберемся, все там будем, рано или поздно, и сколько раз не перерождались, второе пришествие будет точно так же, как и было пришествие, только наоборот, там Иисус возносился, на облаке, а тут обратно придет, все, поэтому у меня лично, я вам рассказывал, у меня нет ни чувства, вот у меня действительно нет чувства, какого-то все равно, я люблю своих родителей, я люблю своих друзей, но я при этом люблю всех людей одинаково, и у меня в принципе каждый, и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и все мои дети, мне говорят, у тебя там своих детей нет, ну в этой жизни может нет, может у меня их было полно, и многодетным отцом был, я ко всем одинаково отношусь, это лишь просто то, что ты рядом с кем-то, ты больше ему служишь, понятно, больше что-то делаешь, это просто естественно, но внутренние чувства, у меня одинаковые, мне дать всегда хочется всем поровну, и этому, и этому одинаково, понятно, у тебя просто еще в этом грешном мире, кто-то лучше, кто-то хуже, у тебя кому-то просто сердечная любовь, как я всегда говорил, есть умовая, есть сердечная, любить врагов, это не значит, ты к нему тепло испытываешь, это умом ты заставляешь благословить, благотворить этому человеку, естественно, что делая, молясь за него, то есть помышляя, вот именно об этом, что ты должен сделать ему благо, вот, а так, то же самое вот это, это вот одежда, я не верю, что сколько раз я, вот Саша так поставил вопрос, он как бы так помыслил с этой стороны, я не спорю, это нормально, у каждого свое мышление, но я так не мыслю, я именно воскресный, и Бог мне даст какое-то новое тело, я говорю, ну какое тело Бог даст, тем, у кого вот урона, с прахом, кого сожгли целиком, вместе с костями, все, сейчас вон там печки такие, все, что хочешь расплавит, там градусов, тысячи, все, что там остается, ничего, Бог соединит это, соединит, и зачем будет каждый из моих тел, это что, какие-то, это же одежда, зачем всех их воскресать, это же тела, это же не я, это просто одежки, просто одежки, они сгнили, 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 это даже образ, что мы как бы воскресать будем, типа, я говорю, у нас Иисус, да, Иисуса не сожгли, это было его тело, но мы же видим, его не узнавали, не узнавали, при этом раны у него остались, до свидетельства, вы знаете, раны, они вряд ли красивые, и вряд ли, когда придет время, они у Иисуса, кто-то там, ну это уже предание, это же Батьеву понимать, что у Иисуса будет до конца там, вечность, эти раны, ну кто же будет на уродство смотреть, Иисус Бог, явившийся во плоти, уж он будет прекрасней нас всех, наверное, и нам не надо будет вечно смотреть на его раны, как католики, там у них этот, с экзальтированием постраданиям, фанатизм по кресту, по распятию, вы знаете, у меня всегда везде изображение распятия, я очень люблю в том плане, что это символ любви, символ любви, не больше того, но у них есть там учения, клинанутые немного, нездоровые, фанатеть страданиями, сопереживать Иисусу, там вот это все, бичевать себя, монахи там себя хлещут, это, конечно, уже совсем не туда у них поехала планка, вот, поэтому у меня лично, говорю, у меня нет, я понимаю, что вот это вот одеждой, я знаю, что Бог мне даст, именно мне, моей личности даст, я как и здесь, я чувствую сейчас полноценность, с этим телом, то, что он мне в новую жизнь опять даст, я говорю, сравните, честно, даже с одеждой, вот тоже, вот у меня полно одежды, да, как у всех, наверное, всякой разной, и это хорошо, и это хорошо, и это мне отрадно, и другую хочется, я и в той себя чувствую, если она комфортна, там мне подходит, мне нравится, мне в ней тепло, если это холодно, или наоборот, мне в ней прохладненько, если жара на улице, мне все нравится, и я хорошо себя чувствую, но это всего лишь одежда, хотя мне нравится даже одевать, да, что я без нее хуже выгляжу, хуже, не хуже, она чуть лише, не знаю, у меня в этом вообще нет, именно мою просто душу, Бог опять просто облечет, что такое воскресенье, причем, казалось бы, если он будет из этой земли, она же смертная, она же тоже изменится, в нетлении, ведь весь мир, как бы начнет меняться, хотя непонятно, насколько он начнет меняться, потому что тысячелетнее царство будет, вокруг будет еще смерть царить, это еще не будет полнота, когда смерть поглотит все, ой, бессмертие, нетление поглотит тление, то есть тут, видите, я не знаю, просто говорю, вот каждый, может быть, по чувствам еще судит, вот, надо, конечно, все включать, понятно, мы, человек это все вместе, надо и умом, и сердцем, свои мысли пропускать, через сердце, точнее, помыслы, а не в сердце, я всегда говорю, это фраза умная, умное сердце, кто знает, это иногда так специально, я говорю, что там раздельно, как бы выражаюсь так, на самом деле, у человека это умное сердце, да, или мысли, может, помыслы исходят из сердца, человеческого, вот, и у меня поэтому нет никаких вопросов, если у Саши конфликт опять вошел, у меня наоборот, я говорю, все опять только доказывает, честно, перевоплощение, неоднократное, многократное, или наоборот, или неоднократную жизнь, или многократное перевоплощение, как хотите, вот, человеческой души, в разные тела, в разные аватары, как угодно назовите, вот, потому что иначе опять непонятно кто, я уже говорю, действительно, ну не молчал, вот я говорю, если вообще так смотреть, вот прям, вот это тело человека, тогда говорю, как дети, как старики, ну это все, я говорю, это просто Бог даст нам, образно говоря, новое тело, вот и все, и нам оно будет точно так же нравиться, как и сейчас, там, или еще что-то, Бог все сделает лучшим образом, тут конфликтов, то что, ну если так представить, можно, вот как Саша рассуждает, и помыслил, можно так, можно это принять, мне не принимается это, ну зачем Бог там, понавстает эти кучи моих аватаров, ну зачем они мне, ну я вон вещи мы изнашиваем, какие-то уже вообще выкидываешь на помойку, как ветхие, все, зачем мне их из помойки доставать, а даже они, как бы что, все они внедленье превращаться, ну не знаю, я говорю, будет какой-то, это, это, зачем это все, если это все одежда, я говорю, ну хорошо, все из помойки встанут, все убелятся, все, ну хорошо, много одежды, я говорю, это лишь сравнение все-таки с одеждой, но это же все-таки не одежда, это тело, зачем мне все эти тела, я-то один, ну даст мне Бог одно, ну и что, не знаю, я так не мыслю, что это прям вот умерло тело, разложил, и оно же опять встанет, и прям вот оно один в один, я как-то вообще, у меня даже это не мыслится в голове, я вот есть, а вот что-то внешне, это все изменяемо, я даже рад, что это меняется, это к той же самой песне опять, что действительно, сейчас мы в этой жизни нуждаемся во всем, в одежде, в разной одежде, что-то надо шить, украшать, вы знаете, кто вам сказал, что мы в будущем теле в каком-то, мы не можем вот так, знаете, посмотрите сейчас, вот фильмы, всякая фантастика, где люди что-то придумывают, что человек просто будет на себя смотреть, он может меняться, цвет может меняться, ведь это же все реально, все, что люди придумывают, я говорю, вот компьютерные игры слихает, ну понятно, в них закисать, и всю жизнь свою положить, на компьютерные игрушки, это плохо, но там сколько человеческих фантазий воплощается, да, кто он сказал, что все это невозможно, это лишь маленький сейчас этап жизни, маленький этап жизни, жизнь намного интереснее, прекраснее, и этот маленький этап жизни, сопряжен с большим трудом, что-то сделает, как я сказал, в поте лица, когда Адам согрешил, он сказал, будешь питаться, и соответственно, все делать, да, трудиться ты будешь, в поте лица, а потом, кто он сказал, сейчас нужны карандаши, ручки, там что-то, чтобы целое, чтобы нарисовать, все это опять Лена, потом-то, все это может быть, мы же образ и подобие Бога, а Бог как думает, говорит, и это появляется, он ничего, он не чертит ничего, он думает, и это появляется, и энергия, проходя грань, видимого атома, так называемую, да, какую-то определенную грань, точку в мироздании, в бытие, оно воплощается, как приумножались хлебы, вы задумайтесь, как, ну как, это же было 5 булок, 7 булок, рыбки 2 там, 5 рыбок, как они умножались, Бог думает, и это все появляется, с чего вы взяли, что мы таким не будем, зачем нам эти тысячи тел, ну и что я был китайцем, африканцем там, да я потом буду все это вместе, только это будет одно, мое тело, я с утра вышел, как мы сейчас одеваемся, я говорю, украшаемся, только сейчас сколько трудов на это надо, сколько надо денег заработать, чтобы эти одежды купить, да там, а то нет, я оп, подумал, пошел африканцем, хоп, подумал, я черный, хоп, белый, хоп, хоп, такая голова, хоп, сякая, ну кто вам сказал, что это невозможно, мы так вот мыслим, знаете, правда, очень иногда, почему бы, ведь боец своих мыслей глупо, если у тебя это в голове зарождается, значит это имеет место быть, это же бытие, это то, что есть, откуда все эти худой фантазии, посмотрите, могу, чтобы я все там, да, я вот так, фокусники, откуда все это, это у человека сидит внутри, это откроется, когда мы все это сможем употреблять на благо, поэтому мы должны вырасти в чем, в совершенстве, в любви, в добре, чтобы не с небеси огонь не заводить, а посылать дождь на праведных и неправедных, а не сводить с небеси огонь серный на город, который, видишь ли, меня не принял, как это Иоанн с Иоанн делали, вот до чего мы дорасти дошли, вы вспомните, я всегда обращал внимание при чтении Евангелия на эти слова, людей, видящих, что делает Иисус, и как он это делает, написано, что когда он творил эти, как я говорю, добрые дела чудом, чудесным образом, да, изгоняя бесов из бесноватых, исцеляя больных людей от их немощи, и подавая им еще большее здоровье, да, кормя хлебами, воду, вино притворяя, вспомните, что они говорили, точнее, автор даже зачастую, ну, и там по словам народа понятно, говорит, и ужасался народ, я всегда говорил, ну, чего народ мог, казалось бы, появился такой, как они сами свидетельствовали, никогда не было такого в Израиле, мертвых воскрешал, слепорожденному, слепому от рождения человека давал зрение, и сами люди свидетельствовали, никогда такого не было в Израиле, ну, говорит, написано, все время ужасались, ужас, это не просто страх даже, ужас, почему, ну, потому что они думали, сегодня помогает, завтра меня в жабу превратит, дай человеку власть, как говорят, и узнаешь, что будет, дай ему денег, и узнаешь, что он начнет покупать всех на свете, подкупать, творить беззаконие, у него есть деньги, бабло, мне все позволено, да, вот так вот, поэтому наше дело научиться управлять собой, управлять, тем более, кстати, чем тебе больше дано, тем больше с тебя спросится, поэтому, чем больше ты имеешь власти, наоборот, возможностей, ты все их должен управлять, только на благо, и чем больше у тебя получается, Господь сказал им, верный в малом, над многим будет поставить, Бог тебе будет дать все больше и больше, господствовать над собой, вот, если Адам с Евой не могли с собой справиться, то тот, кто сейчас начнет справляться, будет получать больше даров, которые все он должен использовать, и все больше подвизаться в любви, и имея абсолютную власть, именно поэтому я показываю сюда Иисуса, вот этот его и подвиг, и жизнь, и почему она у меня вызывает такое восхищение, потому что это Бог, явившийся во плоти, он мог всех в порошок стереть своих врагов, и он этого не делал, более того, подумайте, что он делал, он их благословлял, и благотворил им, он им до последнего пытался проповедовать, и это он им подавал дыхание жизни, и все потребное, не только для этой жизни, своим дыханием, но и для радости, у всех у них были семьи, дети, столы, друзья, пирушки, Бог, абсолютное благо, и любовь, на этом у меня все, на такой хорошей ноте мы закончим, ну, я поразмышлял, вы склонны оставаться в своих мыслях, в своих размышлениях, мои мысли я вам открываю, все, всех целую, обнимаю, кому мои ролики нравятся, кто считает их полезными, отрадными, назидательными, вы знаете, что сделать, все, всех обнял, поцеловал до следующего ролика, пишите в комментариях, в личку, я всегда рад вашим вопросам, умным, не очень умным, как кажется, детским, не детским, плохой вопрос, который не был задан, я судить не собираюсь, ваши вопросы, которые от чистого сердца, когда действительно человек интересуется, или просто в простоте сердце, тоже открывает свое сердце, тут я никогда не посмеюсь, и ничего, да, вот, когда, конечно, со злым сердцем, то, конечно же, я почувствую это, и мой ответ будет зачастую совершенно другим, а может и вообще тогда не будет, как я обычно делаю, молчание, а порой золотом становится в таких ситуациях, все, всем пока-пока.